Я представлю следующего спикера. Поднимите, пожалуйста, руки и, пожалуйста, держите. У кого тоже на Амазон работает? У кого есть товары? Вот теперь опустите, нет, пожалуйста, держите, держите, держите. Опустите руки, кого меньше, чем 10 товаров. Тем, кто больше, пожалуйста, держите. Больше 10 товаров. Кого больше 20 товаров? Оставляйте руки, а тогда держите. Ну, те, которые вы ведете. Пропаял, да. Ну, пожалуйста, все, все. Вот у Сергея, нашего следующего спикера, 2,5 тысячи товаров, СКЮ, да, товары повторяются на разных площадках Амазона. И я считаю, что это колоссальный опыт, есть у Сергея в голове, которым он сейчас поделится, как работает с таким количеством товаров, и как он использует PPC для себя. Поприветствую Сергея Коваленко. Я первый. Ну, ты переверни вы этим, ну что ты? Сергей Федосеев, аплодисменты! Всем привет. Я единственный человек, который не выслал видео с приглашением вас сюда, но, слава Богу, вы собрались здесь из этого. Выступаю я сегодня четвертый раз, если я люблю это дело, немножко нервничаю, но подготовил я для вас практическую информацию. Я очень не люблю теорию, не люблю что-то читать, учить что-то смотреть. Я стараюсь все делать через практику и, честно говоря, презентацию я готовлю пока Саша выступал. Не было времени. Я начну с самого интересного скриншота для меня, по крайней мере. Это моя визитная карточка, я бы сказал. Я надеюсь, она будет отправиться сразу сюда. Она занимается сюда. Это скриншот за last month по компаниям, которые я веду. Если на задних лидах не видно, я озвучу. Самая главная, самая интересная цифра – это количество рекламных компаний. 846. Ведет это количество компаний два человека. Это я и мой помощник. В принципе, я выдаю задания, что нужно делать с этими рекламными компаниями. В течение месяца, в течение двух месяцев, раз в неделю, каждый день и так далее. То есть об этом мы будем говорить достаточно много сегодня. Я постараюсь коротко, но если не время, в два часа у нас еще выйдет на корабле время, чтобы немножко продолжить. Вес, только реклама стоит за этот следующий прокейс. Вораживание, как вы видите. Ой, да, извините. Я забыл, что можно делать. Точно. Надо не забывать. Так ее лучше видно. То есть, как видим, я попадаю в золотую середину, про которую Саша говорил. Это от 10 до 30% оквоз. У меня, в принципе, нормальная оквоз до 33%. То есть 25-80% по всем компаниям меня за головой устраивают. И, в принципе, как видно на каждый из товаров, не так уж много денег тратится за целый месяц. До полутора тысяч долларов. Это, в принципе, ерунда. Я знаю много товаров, где мы тратим на рекламу до 10 тысяч долларов товаров в месяц на один товар, на один СКЮ. То есть моя реклама такая, она совершенно с другой стороны. Я, в принципе, работаю мыслью совершенно не так, как вы, поэтому, наверное, меня сюда и позвать. Потому что, кто не знает, мы не заказываем отзывы совершенно. То есть у нас за 5 лет работы на Амазон, у нас нету, ну, может, пару сказали. Брыгать не буду, но это какие-то единичные случаи для того, чтобы у нас хотя бы там одна слёдочка накрашенная воду. И если говорить про запуск рекламных кампаний, как это происходит, то мы запускаем их сразу. Мы не щадим бюджет никогда и ни на что. То есть есть звезда, нет звезды, вперёд за орденами. По-моему, перед Новым Годом я решил запустить в тестовом режиме на 5 товаров. Это предложение от Амазон для тех, у кого есть бренд-разистри, собрать первых 5 отзывов. То есть аж целых 5 отзывов Амазон даёт, может, вам собрать за 60 долларов. Это, конечно, дешевле немного, чем раздавать. Но зато вы получаете 100% отзыв от клиента, а вот он в течение года способен это делать, за 12 долларов. Отзывы, может быть, конечно, и однозвездочные, поэтому вы должны позаботиться, чтобы качество вашего товара было соответствующим. Но 5 отзывов для нас это, по-моему, вот так вот, чтобы было всё хорошо. Я, честно, не мониторил это, но когда меня спросили, я забыл, что я запустил эту штуку, через 3 недели, когда меня спросили, всё ли получено, да, на всех товаров было по 5 отзывов. Ой, в смысле, по 5 отзывов, и в распределении это было где-то на 5 отзывов было 4 5-звёздочных, 1 4-звёздочный, и среди всех товаров попался 1 3-звёздочный. То есть, в принципе, я считаю, что стоит запускать на все товары эту программу, просто пока не хватает времени, у меня PPC отнимает всё время. Слышал что за время? Ээээ, где ты? Ревюеров? Ну, блин, я не слежу за... Ну, я не могу проследить отзывами на таком количестве товаров. Я слежу только за топами, нашими топами, и у нас не слезали ни одного отзыва. Бывает, как у всех, там, плюс-один отзыв, минус-один отзыв, плюс-один отзыв, ну, то есть, какие-то плюс-минус-один отзывы, они всё-таки держат, потому что люди, которые, как я их называю, масс-регьюеры, они покупают не только то, чтобы просить их выкупить, они покупают себе там билетную бумагу, мыло и всё остальное, и оставляют за следующее ревью, если до этого доходят руки. Так, в общем... Я не вижу тихо, но там нормально, там нормально сделали, нет? Ну, мы на следующий день это заметили, конечно. Что такое вообще Daily Punch? Как его использовать? Миллион вопросов — это один из популярных, как типа, будет ли запись? Запись будет? Да, это... Отсутка к Денису. Daily Punch на самом деле — это стоп-крак. Это тот случай, когда вы сделали что-то не так, когда вы, может быть, ещё не понимаете, как работает ваша реклама, или вообще, как только пытаетесь её запустить. Возможно, тут и дропшиперы присутствуют, кто рекламу пробовал. А есть вообще дропшиперы? Есть. Один. А, привет. Отлично. Прошлый раз было наоборот. Была одна рука ПФ-щика, и ДНС... Почему формат вот такой какой-то странный — 301, 26, 305, 08 и так далее? Это маленький лайфхак для тех, кто запускает много товаров. Ну и, в принципе, для тех, кто запускает или работает с одним товаром, это тоже прикольная тема. Потому что я знаю, что последнее моё обращение к рекламной кампании и какие-либо действия, связанные с, соответственно, улучшением каких-то характеристик, произошло 5 месяца 11-го числа. То есть 5 мая 11-го числа я последний раз обращался к этой рекламной кампании. Это очень удобно для быстрого понимания, что вы делали и когда делали. Спасибо. Да, ну приходится выдумывать очень много всяких пишет, как работать с рекламными кампаниями. Ну, постепенно. Будут какие-то вопросы, задавайте. Довольно поотвечаю. Я продолжу представление. На следующем скриншоте будет результат моей работы. Вся презентация моя построена от крутых цифр к меньшему. Так, чтобы когда станет всем скучной, можно будет разойтись. Это результат работы по рекламе по моей кампании. Я потом актуально покажу. Это один из моих любимых претчаток. Это 19 февраля по 27 марта 2018 года и 19 февраля по 27 марта 2018 года. В принципе, как видно, моя реклама работала и тогда работала в плюс. Хотя мы только начали такую очень активную ее активную оптимизацию. Но сейчас она работает в плюс намного выше. Но остальные параметры вы тоже видите. PPC Spend как был, 26 тысяч долларов в месяц. Ну, 29, небольшая разница. 29 тысяч, так и осталось. Sales и Orders вам видно. Я расскажу, как это произошло. То есть это просто пока ознакомление. Почему я знаю, о чем говорю. Это актуальный. Актуальный скриншот на текущий момент. Это за май месяц. Но уже выше цифра. Потому что в мае месяце мы уже очень плохо занимались. Клановой компанией в прошлом году. Ну и за май месяц, ну, немножко меньше, потому что в целом сейчас по всем аккаунтам, которые я вижу, идет просадка по продажам, кроме сезонных товаров. Кто занимается сезонкой, кто знает. Продажи взлетают просто, ну, как-то космические, я бы сказал. Космические для меня продажи, сейчас, что-то, это, ну, скажем, от 50 штук в день. Очень много людей гоняется за продажами 100 юнитов. Это прям какая-то мантра. Давайте продавать 100 юнитов в день. Я так не считаю. За все время работы нашей мы один раз в декабре продали 101 юнит. И тут вам потом был аэропанда, практически 99. В итоге 100 юнитов мы ни разу не взяли. И при этом мы чувствуем себя достаточно неплохо. 100 юнитов? Нет, 100 юнитов в смысле одного товара в день. Все товары ПЛ. А вот, кстати, будет скейншот по количеству СКЮ, которые срабатывают в день. Это то, к чему я подбиваю людей, почему стоит заниматься ПЛ и запускать большое количество товаров. Они мучатся там среди одного, двух, трех товаров, занимаясь оптимизацией листингов, пересмотром все штермов, пересмотром рекламы, какими-то внешними трафиками. Мы не занимаемся внешним трафиком, мы не занимаемся оптимизацией листингов. То есть мы изначально пишем один раз листинг. И я уверен, что если там Саша или другие специалисты посмотрят на наши листинги, они найдут кучу ошибок. Но мы на этом не сильно заворачиваемся, вообще не заворачиваемся. Первые три года из пяти мы работали с пустыми все штермами в пэкэнде. Только там два года назад я узнал, что оказывается их нужно заворачивать. Но а когда мы не заворачиваемся, не по времени, не хватит? Не по времени. Когда я пересматриваю 30% по рекламе и перехожу к следующим там оставшимся 70%, первые 30% уже можно пересматривать. То есть очень быстро все обновляется и просто нужно работать с максимальным количеством информации. То есть хотя бы сливки, хотя бы 20% топовых рекламных компаний нужно пересматривать постоянно. Остальные 80% при правильной оптимизации, они там работают себе по чуть-чуть и можно там раз в месяц или раз в два месяца их основательно пересмотреть и отпустить, чтобы работали себе дальше. В целом компания какая большая или по PPC конкретно? Нет, нет, какая там в целом, чтобы там тысячи, там каюта, датуры, людей, музыкатисты, литеринги и все это делать. А как вы видите? Я понял вопрос, я просто думаю, как ответить проект. Потому что в это сложно поверить, ауткорсинга по сути нет. Нет, ауткорсинга нет. Я расскажу немного о структуре компании. То есть я в прошлых высказах рассказывал, как мы работаем, фотографии с трудом показывал. Много интересной информации, это займет 605, наверное, рассказывает. Но отвечая на этот вопрос, базово, запуском, созданием листингов, в принципе, поиском товара, переговорами, абсолютно всем занимается один человек. А всеми ценами, наличием и так далее, всем занимается мой партнер, он же мой брат, один человек. Все это физически обрабатывает на нашем собственном складе, приопцент, мы можем назвать приопцентом, мы сами следуем приопцентом. И еще ко всему этому подключены два программиста наших, они пишут две разных независимых системы, автоматизация, оптимизация, то есть там куча таких крутых штук, и, в общем-то, я и мой помощник Борик Барин. Суммарно, да, 12 человек. А СКЮ? СКЮ? Ну, на трех Амазонах 2500, ну так, плюс-минус. На Коповском Амазоне, где только делал скриншот сегодня, Эверэдж офферкаунт 1100 чем-то было, активных СКЮ. Вы не обороты, вы принимаете больше всего 5 человек, а как обороты финансов, а обороты? Обороты? Обороты финансов? Обороты больше 300 ютологов в месяц. Нет, с одного. Только КОМ. КОМ самый интересный, потому что канадский Амазон это 10% от КОМ. Ну так, в среднем, по больницам. Да, по моим товарам всем. Товаров, конкретно товаров не искаю, у нас около 400 с чем-то. Ну, мы чаем занимаемся, кто не знает, то основной это чай, там где-то 420-430. И еще 80% это всякие нафтярки, чайники. Хом отличен. Многие любят эту категорию. Я не стесняюсь рассказывать о чем занимаемся, потому что повторить или войти в эти ниши достаточно сложно по одной простой причине. Там очень, конкуренция она везде большая, скажем так. Но борьба за цену нужно заказывать большими количествами. Для того, чтобы выигрывать какие-то существенные суммы, экономить их, нужно заказывать там контейнером. Тот чайник, для того, чтобы сэкономить порой до 7000 долларов. Если заказывать там пару балет или контейнером, то на контейнере можно сэкономить на 7-15. На пределах до 15000 долларов экономия только в документе. Соответственно, вы их складываете потом. Есть центр находится в Китае? Нет, в Китае у нас в Китае. В одном ряде. Количество заработано, они дешевле в Китае? Нет. Очень много, из-за того, что очень много я стою. Мы все это заводим сначала к себе. И потом, в помните наших систем, мы донируем Amazon нашими товарами. У нас твоя собственная система, я не помню, как другая есть, но мы сами прогнозируем, сколько нам нужно отправить на Amazon, исходя из наших Китаеев. Сколько продалось, сколько в транспере висит, сколько в процессинге. И статистика, собранная за... У меня два параметра, которые считают статистику в среднем за месяц, за последний. Или посмотрел у МЗ-контрола, как они считают скачки. Особенно актуальные на последние 7 дней и последние 3 дней. Да, да, да. Очень интересно. Я только коэффициенты немножко другие для себя, для своего товара использовал. Но ИВЗ-контроли, эта тема классная, мне понравится. Расскажем. У МАДОННЫ ИВЗИ есть? У МАДОННЫ ИВЗИ есть ВИПРЕП? Да, да. Мы сначала ВИПРЕП все заводим, все там подготавливаем и отправляем. Потому что, если говорить про чай, то приезжает вам тонна чая в мешках. Вот ладно, вилай вам. Понял, значит, пообщаемся. Класс. Мне интересно, на самом деле, просто не хватает времени всем заниматься, я всегда приглашаю, кто чем-то специалист, пожалуйста, я отдам листинг, я отдавал Антему Коршу пару листингов на оптимизацию, мы с оптимизировали, сделали фотки, он хотел, будет и description, он не спросил, мы все поменяли, и мы в месяц продали не 11 чайников, а 8. Ну, там может быть масса факторов, я не сильно, вот честно, мне пока еще просто никто не сделал какой-то классный листинг по своей нужды, вот смотри, было у тебя так, а стало вот так, может быть так и есть, но мы реально сосредоточены на долгосроке, мы стараемся максимально пустить корни, то есть у нас, ну по сути, 100% диверсификация заключением одного момента. Это все один нокаут, вот это, вот это проблема. Но так провелось исторически, тогда не было никаких черных методов, никаких смен, буллитов, description, фотографий, комплайнов и прочее, прочее, это и есть, и которые сейчас занимаются, ну, все продавцы на Амазон об этом знают, они тебя занимаются. Ну, а те, ты можешь тебе легче, почки меда достаточно, чтобы бояться за, они забанили тебя просто так. Один из недавних кейсов с одним из моих партнерских аккаунтов, это нас забанили за мультиаккаунт. Был только один main permission, да, user permission. Все, никого, никаких аккаунтов, никаких переходов, никаких смешних ездить. Но нам прилетел бан, мы потеряли бестселлера, мы потеряли BSF. Ну, в итоге за, сколько там, две или три недели после этого бреда, когда мы разбанились, мы, кстати, взяли сегодня ночь какой-то какой-то ехали, взяли бестселлера снова. Уже в пятый раз кто взял это. Кстати, про АУД. У меня много будет таких моментов, которые я вам, я знаю, буду рассказывать, если нужно будет, я зациклюсь на этом больше, более активно. АУД. 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 Это совсем не страшная вещь. Я поддерживаю политику, чем быстрее вылетишь в АУД, чем лучше ты вылетаешь в АУД, тем лучше и быстрее ты возвращаешь. Мы на своем товаре проверили это пять раз. Пять раз мы вылетали в АУД, к сожалению, товар просто очень дорогой. Очень стрёмно было заходить туда овер 30 тысяч долларов, чтобы загрузить два корабля, и зациклить производство с продажами, потому мы продавали, вылетали в АУД, собранные деньги, на собранные деньги снова закупали партию. И когда она приходила, ну, в первых, три раза мы легко выходили, буквально за три дня мы брали бестселлера, ниша конкурентная очень, там есть долгожители, количество отдыхов, ну, нормальные там 300, по-моему, у кого-то, там тысяча ездят, а у вас? Нет. Нет, за тысячу там не кладут, 300, там, ну, ей есть монстры, примерно в сходе минучестных возрастов. Потому стало немножко сложнее сейчас выходить на первой странице, потому что нишу задавили, размыли нишу, да, и очень большой деппинг пошел. Мы стараемся балансировать бюджет 11 стриншотов. Агусток? Агусток, 1 августа был по 2 месяца, 2 августа был месяц, 3 недели 2, наверное, еще раз мы вышли там на неделю в бан, и на 21 день, мы даже в бане покупали. Месяц? Месяц? Да, мы 21 день, а ну плюс 30 дней мы пробыли в бане, и даже после бара это не помешало нам, допустим, на свои позиции. Не на 100%, просто рынок меняется очень быстро, и пока полгода вот мы там раскачивались со своими автостоками, с нашими банами, с кладами-двумя, то, конечно, появилось дополнительное количество продавцов, опустите цены, и сейчас вернуться немножко сложнее стало на свои позиции, но если нормально, адекватно поднимать ценник и продавать своих, ну, для вас скучных 15 юнитов в день, то это у вас головой, если вы умножите такое количество товаров на 100. продавать, то есть, полноважно, это удовлетворение, поверьте, всем хватит. Я могу поднять, если продавцов не продавцов, вы видите? Да, да, я расскажу по поводу поднятия цену, у меня там в конце есть немного. Я расскажу стратегии, как я играю с преной, в зависимости от PSA. У меня будет несколько графиков, там PSA, и я не буду. Здесь показано среднее количество SKU, проданных в день хотя бы один раз. С сентября, с первого сентября, в среднем у нас до 50-х в период день продавалось. Ну, кстати, вот здесь будет Новый год, не помню, там, где-то плюс-минус. Ну, я знаю, что происходит после Нового года, даже мы туда падаем, примемся к нулю, и сейчас в среднем плюс-минус 220-х в день прабатываем. Чем больше там надо будет допустить, тем меньше у вас останется времени на оптимизацию, переписку и все остальное, тем больше вы видите, продавать. Ну, по крайней мере, политика моя. Наши консервы. А теперь, если старый политик, когда-то 5 лет мы нам звонили, потому было бы обычно показывать, кто-то в тетради. Я выходил с нашими продуктами нулем отзывом, ну, с одним он хорошо пришел, потому что один отзыв. За 400-600 долларов на рекламу, без покупок, без ничего, я бы сказал, на первую страницу, по одному слову. Ну, это надо очень точечно, экзакто, обидеть. Ну, не только так, я очень люблю бро, я запуск тоже расскажу немного. Это, кстати, скриншот, как мы следим за нашей рекламной компанией, это то, что я хочу, за нашей рекламной компанией на данном месте. Поскольку количество ракетов запомнит, все меньше получает. Свою рекламу я помню на память, потому что каждый день с ней работают. Ну, а когда появляются сотрудники, это обычный дух. Для нас это наша система, она написанная, но есть куча досок, где можно оставлять себе заметки, что ты сделали. Или, там, даже в выпускдоке можно это делать, без проблем. Оставляйте просто пометать, вот мне написали, две недели ноль продаж, да, то есть мне стоило обратить внимание на данный товар. Ну, я написал и готов. 3-го февраля включил плюс, проверить, как работает реклама, можно. 17-го февраля я написал продажи пошли. Ну, надо перейти, посмотреть, сколько их платов. Продажи пошли, но как-то не убедите, там приходит ответ. Ну, и вот так вот в режиме переписки, да, при этом у нас там стоит пометочка Ad, то есть мы говорим конкретно о рекламе, рекламной кампании, то есть может быть там с шиппингом проблема, может быть, с процессом, может быть, с листингом, еще какая-нибудь дня. Но конкретно по рекламе у нас вот такая вот переписка, где там, ну, не нравится, две недели ноль продаж, ну, вот ерунда. Поднял автомат с 55 центов до 85 центов. Соответственно, фиксируются даты, когда я это сделал, и без проблем вы сможете вернуться в свою рекламную кампанию, вот в новом центре, посмотреть, какой отход был до этого, какие были птиары, какие были продажи, и вот, вообще, возымело это эффект или нет, ну, позитивно или нет, дальше будет уже работать с отапками. Ну, а теперь в практике буду рассказывать по аккаунтам, которые я видел, которые я вел и веду. Что было, что стало, как бывает хорошо, как бывает плохо. Это один из моих любимых аккаунтов. Это сравнение прошлый год и текущий год. Апрель, май. Ну, вот заметят, да? 25 апреля, 22 мая, 22 данные обновленные. Ну, вот человек сам занимался. А вот отдал мне. При этом количество товаров не изменилось. Но количество СПЮ, может быть, там, парочка добавилось. Все остальное было сделано рекламой. Соответственно, органика, оно здесь и не вылил, только была органическая, которая там была. Нет, устроена. Ну, органика выросла соответственно. И самое интересное, что у вас возникает вопрос, как так? Как это сполняется? Очень удобно с этим аккаунтом то, что ко мне человек пришел с историей. У него был подписчиков, он зарегистрировал по пару года назад. Но понятие у него только подписчиков, что он делает. Он даже там, ну, не знал, однократно же не связал аккаунт в месте. Но так или иначе, он собирал информацию за по пару года. Я забрал эту информацию себе. Три дня я обрабатывал ее, потому что там было 30 или 60 тысяч тонн по его товарам. И в итоге у меня получился один из таких файлов, где у меня есть продающие тёж-термы, продающие кейборты, 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 вся тарифика, которую вы так вот знаете. Но с ней что-то нужно было сделать. Я решил поделить тёж-термы, которые я получил на кейборты. И для того, чтобы пока я не знаю продукты, я работаю с кейбортом, мне не важно, какой продукт запускать. Я попробую, конечно, лично, я попробую, какие там и тёж-термы появляются, потому что об этом поговорим. И на фотографии дам свои рекомендации. Но с этим товаром, именно с этим аккаунтом ничего не правили, никаких активизаций лично. То есть это противоагент к тому, что есть в интернете и рассказывает, показывает, есть другая сторона. Это не значит, что не нужно ничего делать. Это не значит, что я призываю вас, ничего не комментируйся. Нужно попробовать всё. Особенно если у вас сегодняшний продукт, то, конечно, нужно поставить на него порядочное время, чтобы его активизировать. Так вот, я был в рекламе за полтора года, и не зная, как будет работать реклама, я запутываю, что у вас так. И так же, потому что у меня есть большой объект о тёж-терме, у меня есть понимание, по какому типичу каждый тёж-терме проработан. Это каждому выставил показатели, показатели, свою ставку. И пошло поехало, потихонечку. Мы начали с 45 плюс 50% ОКОЗа, при том, что нормальный ОКОЗ это был 40-44%. То есть мы сразу начали с нуля после оптимизации. И когда я убедился в том, что в тёж-терме собранные мной заставки, которые я собрал, адекватный рынок, адекватный нашим продажам, я запустил ещё и бро. Я начал прибирать проводом, причём среднестольниками, я не ставил сразу высокочастотник, это вот средний случай, когда высокочастотник тебя добавил буквально месяц назад, посмотреть, что будет. И вот противовес, Денис задавал вопрос по поводу негативов, что я сделал на старте с рекламной компанией. Немножко страшно даже звучит, но я добавил 5000 негативов. Комментарий засчитан, у меня статистика была, то, что не продавалось, или то, что даже было релевантно. Если говорить про то, что я добавлял в негатив, это, конечно же, я люблю слово трактор, кто-то скажет, трактора уходили в негатив, даже некоторые продающиеся штермы. Я когда перехожу на Amazon с какого-либо штерма, я обязательно посмотрю выдачку. То есть если у вас там всего две-три, два-три, вместо вашими конкурентами, а все остальное какая-то ерунда, ну не ваш товар или даже несмежный, то я без проблем такой штерм могу отправить негатив, особенно если у него будет низкий PTA, ну и не будет, соответственно, продавца. Если нет статистики, то, конечно, стоит запустить автомат. Ну давайте рассказать, коротко о замах. Изначально, когда приходит товар, мы ставим автомат и мануал, автомат выпускаем с предложенной ставкой, либо со ставкой повышенной, в зависимости от того, какая ниша, как можно быстрее потратить деньги. Вы все равно их потратите. Рано или годно вы потратите, ну скажем, десять тысяч долларов на рекламу, да? Только я постараюсь это сделать за два месяца, а вы это будете делать год. Я соберу статистику два месяца и через два месяца поплачу над этой десяткой, и постараюсь оптимизироваться. А вы будете делать это год и думать, что же я делаю. Потому нужно находить этот золотой баланс между тем, что вы можете себе заводить, тем, что окупает или не окупает ваш товар, и какой у вас есть бюджет на развитие этого товара. Например, один из последних наших запусков, больших, это мы посмотрели в нишу. Нравится ниша, не важно, сколько там продаж. Мы заказываем контейнер товара, приезжаем на эти товары, и мы начинаем работать минус 200 тысяч долларов в месяц. Это капец какая цифра. Это антирекорд по нашим потратам. И мы до сих пор за полгода не вышли с помощью PPC на какие-то там хорошие продажи. Мы поднялись до 100 продаж, скажем, не в день, в месяц. И нас пока еще Amazon не пустил. Но за счет количества товаров, за счет опыта, который был за несколько лет, могу сказать, что товары, пролежавшие больше года, иногда стреляют так, как на YouTube. Мы можем купить 300 юнитов на пробу, продавать 30 юнитов в течение нескольких месяцев, чтобы через 5-6 месяцев взять и продать туда деньги. Я не знаю, как работает Amazon в этом направлении. Кстати, в этом аккаунте даже ситуация. В прошлом году один товар продавался, может быть, один, два в день. Сейчас мы вылетели ваут по всем товарам за счет хорошей активизации и раскрутки. Мы вылетели по всем товарам ваут на этом аккаунте. И сейчас топовый товар продавался где-то 55 рублей. Он немного сезонный. Поэтому сезонность учитывает для своего товара. Кстати, вы иногда ее можете, в зависимости от того, какой у вас товар, ее можете выучить. Меня спрашивают, а сколько потерпеть, сколько подождать, сколько собирать статистику, и только потом уже думать, что я делаю не так. Ну, я бы рекомендовал смотреть, не знаю, в разрезе года. Поскольку Amazon это навсегда для многих из вас людей, то я стараюсь вытащить максимум с товара, если, конечно, подавляется по финансам. То есть сейчас одна из самых главных и актуальных проблем для многих предапусков – это как вложить деньги, а потом их не потерять и приумножить. То есть на некоторых аккаунтах так и происходит. Они болтают, то есть минус ноль, то есть минус ноль. Но я верю в то, что можно будет вытащить даже те сложные какие-то моменты. Скрин для этого же аккаунта, скрина Северцентра. Естественно, как видно, всего 9 рекламных кампаний. Противовес даже моему аккаунту, когда значительно меньше количества товаров. Денис, наверное, вообще один товар может это только мы делаем. Но всего 9 рекламных кампаний. И продаж 25 тысяч в месяц. Так вот, опять-таки, нормально 24,90. Я слышу тут слова CPC 45 центов. Если посмотреть глубокую-глубокую даль, на 2013 год, мы начинали работу с CPC 13 центов после нашей компании. Сейчас у нас CPC по нашей компании 72, наверное. То есть вот за 5 лет, поскольку выросла конкурент, насколько, ну, в кофе, что все продавцы, сами семьи забрали. А какая ставка их в долг? Ну, скажем так, от доллара до доллара нормальная ставка. Есть там и 3-4 доллара, конечно, но есть и 50. Но средний CPC повышается на 7-4 доллара. Поскольку я не стесняюсь взбирать немного, чем рекомендовать, то у нас, может быть, не можно как-то поднизить, но я поддерживаю CPC исключительно негативно. Ну, здесь особо рассказывать нечего. Здесь, ну, там, также я использую, поскольку аккаунтов много, но что невозможно запомнить, я использую, когда-то я занимался рекламой, там, в марте 27-го. Ну, 20% устраивает. Пускай себе работает дальше. Так, значит, по резюме по данному аккаунту основная работа была проведена с помощью негатива. Дальше это была работа ставки. Вообще, в целом, наше сегодняшнее выступление, или, по крайней мере, моё, можно описать двумя словами. Ставки и негативы. До свидания. Вот и всё. Другой кнопки заработать там нет. Ну, конечно, есть куча других моментов, как, так сказать, оптимизации серждермы и так далее. Я просто ориентирую только на CPC. Я не могу ничего рассказать там про оптимизацию лифтинга. Поэтому в этом я не помогу. Конкретной рекламой, ну, так очень плохо. Я занимать могу. Из-за этого это было смешно. Как у нас серждермы были быстрее, так и реклама у нас была 5-6 лет. Это когда ситуация, так, мы работаем, плюс принус больно бывает. В общем, товары, простите, на Снеже. Запуск был в январе месяце. По началу были выпуски, потом в минуту мы начали там играть. Ну, в других месяцах даже интереснее. Там происходит пила. Буквально от дня к днём профит скачет. Ну, то есть либо в пыток, либо плюс. Либо в пыток, либо плюс. Почему так? К этому поводу средств нет никакой. Никакой закономерности, почему PPC тут съела столько, а тут съела столько, нету. То есть здесь идёт работа исключительно с автономными мотивами. Изначально не было никаких данных, как будет продаваться эту инструктуру. Потому я предложил человеку, ну давай потратим там тысячу долларов и посмотрим, что это такое. Каждый день желательно в таких случаях, когда вы запускаете дипломы ночно, когда вы готовы потратить на меня деньги, то рекомендую ежедневно просматривать всё, что МВП. Сейчас это очень просто делать, потому что он имеет там 70-80% актуальность на следующий день. Сегодня вечером, когда в 20.45 обычно обновляются данные за прошлый день, можно уже скачать завчера и посмотреть, как у вас работает мануал и автомат. Автомата здесь очень немного. Буквально там 8% от всех серж-термов, которые отражаются. Это действительно? Точно? Окей. Раз-два. Давай копишем. Еще раз-два-три-четыре-пять. Раз-два. Нормально. Есть ситуации, когда серж-термы занимают подавляющее большинство в автомате. То есть бывает 95% серж-термов – это осильный конкурент. Раз-два-три-четыре, как я люблю называть, и только пять. Возможно, это нужно отнести к оптимизации литинга, то есть серж-термат не понимает, как показывать. Но здесь в основном это серж-терм. Борьба здесь за окос в районе, ну, я борюсь, и я вижу цель 25%. Сейчас мы колебнемся на уровне, наверное, 45%. То есть у нас 44 – это пограничный окос, мы 45. Ну, плюс-минус 0 у нас и получается. При этом, что я вижу по негативам? Если взять статистику за последние 60 дней, так, по памяти, мы потратили 6000 долларов на рекламу, продаж было на 12000 долларов. То есть окос 50%. Почему я говорю, что у нас окос ниже? Потому что я донегативил все, что мне не нравится, все, что релевантно, но плохо, все, что нерелевантно. Некоторые, вот сейчас я включил эксперимент, я донегативил в апрейте конкурентов бренда именно, там, CENTRONICS, Void, Motorola и всякую ерунду. Посмотрим, чем это закончится. Но, если негативить абсолютно все, что не продает, а там просто очень много релевантных товаров оставить только продающие, реальный окос 20% по аккаунту. То есть, я думаю, что здесь, ну, со временем, там, месяца через 3-4, мы можем увидеть цифру плюс 2500 долларов. Да? А это с учетом специалистов товара? Это с учетом специалистов товара. С пикпаком, с репералкой, то есть со всеми моментами. Это конкретно по BPC. У нас остается еще органика. Этим мы тянем органику, соответственно, органика, как Саша говорил, уже оставляет нам наш профиль. А BPC используют исключительно как boost, как улучшение PSR, как закрепление позиций, ну и продвижение, соответственно, ключевиков в аргаменте. Да, да, это PPC-Scope. А если не отправить, то мы не вымечаем? Когда доходят руки до этого, мы просто минусуем негативы. Как вообще вражеский PPC-Scope появляется? Вражеский ASIN появляется. Это запрос клиента в поисковой строке, который релевантен вашему товару. Бывает, это запрос конкурента там, не знаю, лифтон. Зашли в лифтон, человек зашел, а мы внизу в рекламе показываем. Ваша единственная возможность отбиться от такого сержтерма, это занегативить лифтон в Афрейме. То есть все лифтоны, которые будут в сержтерме, вас больше не показывают. К вашему конкуренту приходят, но вас внизу уже не будет точно, потому что слово «лифтон» у вас стоит в Афрейме. Если вы занегативите ваше слово «чай», то, соответственно, и вы не покарпите. Больше нигде никогда, потому что… А циферка не делает это безусловно? Надо брать из-за этого лифта. Да, но это один из способов. Реверс осин есть… Нет, циферки минусы не работают, к сожалению. Особую борьбу мы не проводим с осинами. Есть просто разные ситуации. Каждый товар – это 100-500 долларов, по которым можно пойти, как его рекламировать и что с ним делать. А если осинов крайне много, но при этом автомат продающий, то стоит потерпеть эти осины, вывести из автомата всех продающих сержтермом и отправить их уже в своей политике, в хрейс-брод, экзак, в мануальную кампанию, а, соответственно, в автомате ставку сделать ниже, чем в CPC ваших всех осинов. То есть в CPC, в общем-то, есть регулятор, точнее, бит в автомате, это есть регулятор то, где вы будете показываться, насколько глубоко и насколько далеко пойдет ваш бешеный или спокойный автомат. Случались ситуации, когда смотрю на лист, все, что я в электронике, попадаются LG какая-нибудь фигня, LG экран, LG запчасть, LG еще что-то. Думаю, откуда это все лезет, смотрю в листины, это так, мои маленькие познания об оптимизации, в буллитах было, этот продукт хорошо подходит под LG, Samsung, Nokia и так далее. Уберите нафиг это все, потому что это все не элевантно вашему товару. Ну да, это имеет некую связь, но это не элевантно вашему товару. Поставьте туда лучше каких-нибудь бенефитов в вашем товаре, и будем продавать по нормальным, причем и запросам, а не по такому трешу, типу тракторов. Потому что сейчас мы боремся за продажи на уровне 25 юнитов в день. Ну, пока, скажем так, успешно. Я хочу еще запестировать на этот аккаунт IMS рекламу, о ней в конце поговорим. Немножко расскажу, есть немножко понимание, как это работает. IMS реклама, так забираем наперед, даст просто дополнительный продаж, чтобы она не влияет на органическое продвижение. Но если IMS реклама будет работать ноль, но давать вам продаж, то, соответственно, вы лучше закрепитесь по BSR, а закрепленный BSR автоматом потянет органику. Ну, по крайней мере, так думаю я, можно выставить. Так, о, сейчас будет тоже интересно. Вообще-то совершенно интересно. Это что можно сделать рекламой? Рекламой. Я немножко замол, так что мне было видно. Мне было видно. Да. Ну, over 50000 выдач по высокой, сейчас сотнику. Это наш аккаунт, это наши товары. Рамочками я выделил наш товар. Это то, что мы сейчас держим на первой странице. Первых два. Первых два – это реклама. На видео не будет видно. Первых два – это реклама. Дальше у нас Amazon Choice идет. Ну и немножко наших оптиматов товаров. Все это сделано исключительно рекламой. Продажи тут ерундовые. Ну там, 3-4 юнита в день уходят. Но если умножить на количество товаров, на количество литингов, которые у вас на первой странице, то суммарно надо их подавать. У меня, я могу поискать коншот. Да, еще и хатлайн. Просто до канала руки не добираются. Хочу послушать твой опыт. Потому что я хатлайн запускал. Он работает, но им нужно заниматься. Это целая структура, где нужно сидеть, анализировать точно так же, как основную рекламу. Единственное, что там идет все штермом, потому работы там немножко меньше. Но это не будет как-то... Обязывает вас, Китайссер, все равно обязывает вас следить за ставками и за кейвордами, которые вы там поставите в экзакте или в апрейне. Да? Я спрошу просто сказать, например, надо спрашивать там стоимость, как зарядки, не стоимость, как зарядки. Некоторые товары даже. Зарядки 300 работают. Да. И есть такие товары, которые могут сами для себя, а где они неплохо работают. Ну, отдельно что-то. Здесь, кстати, ситуация с вариациями. Это разные лисинги, но в каждом лисинге есть еще там по 5-7. Но у лисинги с тобой могли бы быть с вариацией? Да. Да, конечно. Хороший вопрос. Денис тоже часто задают вопрос, как сделать вариации или запихнуть все в один пэр. Каждый из этих лисингов, я продолжу, имеет вариации. Просто это разные лисинги, но они в смежной категории. Можно запихнуть вообще все. Все цвета, все размеры. Может быть даже из смежных категорий можно все засунуть в один лисинг. Это будет круто только в одном случае. Со стороны рекламы. Когда вы одним долларом, одним кликом заполучаете клиентам на свой лисинг и даете возможность ему выбрать среди 20-30 ваших вариаций или ваших товаров. Акос может быть в этом случае отличный, но вы никогда не захватите просто такое количество позиций на первой странице. Очень-очень тяжело, редко такое получается в нашем случае, кто-то имеет другой опыт, забрать на первой странице две позиции двумя вариациями. При этом Amazon странная такая штука, они меняют постоянно вариации на первой странице. Они ставят вариацию, в которой продаются меньше всего. В этом случае, я считаю, даже если не самостоятельно, у всех есть друзья, знакомые, кто занимается Amazon, в этом случае можно порекомендовать другу или соседу. Если бы у меня была база Брайда Джонсона, то можно было бы продавать готовые серверы. Смотри, вот там YouTube гарнитура, какие-то будут самые поповые продающие запросы. А? Ну да, да, если вообще. Они так делают. Они так делают, просто нет. А мы разговариваем, а мы там. Понятно, ну все бенчат что-то налево. Иметь такую информацию и не продавать, это даже очень странно, я бы сказал. Да, ну товары одинаковые, приставки 400 чаек, все нужно рекламировать и попытаться продать. Это только у меня 400, а сколько конкурентов? И все хотят где-то вывести 100. Поэтому ставку нужно ставить повыше. Ставка, по сути, это ваш байбокс по рекламе. То есть, например, 100 продавцов с одним каким-то там джерстерном, главным высокочастотником. Первых там 20 самых нижних поставили ставку 50 центов. Вот они варятся в пределах своих 50 центов. Следующие 50, то есть уже 70, поставили ставку 80 центов. И последних 20 поставили по доллару. Соответственно, те, кто поставили по доллару, они чаще показывают. У них там, например, 80% байбокса, но эти 80 они еще едят между собой. Те, у кого 50-70 центов, соответственно, меньше показано. Но те, у кого 50, вы иногда покажете. Или, может, даже иногда продадите. Но только там, вот на самом верху, с высокой ставкой, больше шансов отобразиться, соответственно, больше шансов собрать свою аудиторию. По показанам, по CTR, вы поймете, это товар плохой или неправильный кэштерн у вас, или, может быть, фотографий. Не очень, да. Вопрос на то есть. В том числе, там, знаковые товары, да? То есть, на инфраструкторах примерно одинаковые. То есть, это количество, то есть, знаковых. Для главных компаний, вы не имеете в виду значения знаков в инфраструкторах? Или, вот, кто-то, кто-то не так интервью, или особые товары в рекламе, это, кто-то, 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 кто-то? Ну, скажем, любой товар, даже если вы думаете, он отличается разгер. Да? Это главный показатель, то есть, можно в сэштефах показать размер. Так и у нас ингредиенты. Я имею в виду именно в рекламе. В рекламе, да. По ингредиентам. Ну, скажем, 60-70% словно, наверное, пересекаются. Ну, потому что сусловый чай не заменишь ничем. Рассыпной чай не заменишь ничем. А вот уже черный чай с жасмином, с бергамотом, с цветочками, с кокосом, с ананасом – это уже варианты слов, которые я могу допускать. Если говорить про цветовые варианты, то это будет зеленый трактор, белый трактор, красный трактор. Но само слово «трактор» будет самостоятельно в броде стоять какой-то частотник и собирать уже все остальное. Ставка, кстати, по броду, по высоко частотнику, если вы рекламируетесь, она ограничивает возможность собрать продающий сэштерн. Да, очень стрёмно поставить броди, там, слово «трактор» и собрать 100 тысяч кликов, потому что можно собрать очень-очень много мусора. Потому, если проработать сразу негативы, то можно, по крайней мере, избежать этого момента. Если у вас есть бюджет, то соберите весь этот негатив, заминусуйте его. Вы, в итоге, через продолжительный промежуток времени, два-три месяца, шесть месяцев, может быть год, получите тот результат, на котором вы гонитесь. И, соответственно, реклама у вас будет постоянно работать на каком-то нормальном рвозе. Ввиду того, что очень много негатива будет, и провод продолжит свою работу. При этом, что удивительно, в нашей практике провод, соответственно, дешевле, чем экзак. Сейчас я об этом расскажу. Я уже частично получил ответ. То есть, либо уже строишь лестницу, все ключевые слова вокруг хорошее дешевле отвечают. То есть, чай черный, все говно, да? И все остальное у тебя получается дженерис стандартное. И ты вот этот вопрос, который не спросит, сброс. Да? Вот ты делал вопрос по моей. У меня один секретарь в компании, в которой по 20-30 тысячи столб. То есть, такого плана. Это товары... Это рекламные компании здесь установлены? Да, да. Автомат. 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 Ну, бери 20 тысячи столб. Да. То есть, сейчас... Похоже. Да. Похоже. 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 Это символика стран, штатов, то есть, ну, подушки, флаги, да? То есть, зачем мне на каждой флаг сделать интернет-компанию? Нет. На каждой нет, но хотя бы категории того. Один флаг одного, от меня, он только отмечается вот этим вот зернышком внутри. То есть, USA-плаг, долгая флага, а все остальное одинаково. Будет ли мне... А вместе с флагами продаются тарелки? Нет. И вот мы вот тоже. Будет ли мне смысл, допустим, на вот эти флаги, я продумывал еще мануальные рекламные компании. То есть, плэнфайл, вот, выкупатель 2 тысячи рекламных компаний, и они работали с бюджетами автоматически. Условие в том, что я зарабатываю на флаге. То есть, она не работает у меня на гост, и у меня гост самый большой в том, что это у нас по ценам очень долгое время. Обычно 5 тысячи рекламных компаний. Вот кого нужно испытать. У меня, кстати, есть решение, как обсуждировать свои деньги, и у меня устремлаживать свои деньги. Очень хорошо работает. Пойди в лопоте? Да. Да. Не, ну, мы флагмайлами работаем, как бы, тоже, как бы, каждый день. Я скажу, что, например, оказываешь, потому что товары все похожи. То есть, всегда есть стандартный, наверное, пункт, да нет, они нифига не стандартный. Все равно слова по-другому пишут. Просто не я пишу листинги. Я только читаю их, и потом, исходя из того, как написано листинг, делаю рекламу. Идеальный набор ключев для каждого вида чая, да? И разделить все 3-5 тысячи листингов на подру, и до 5-5 тысячи. У меня больше. По тысячам. И, ага, это немножко не работает. У тебя давно там бренды, наверное. А? А ты чего работал бренды? Ну, ты где-то там? Да. Да, да. Да, да. Это бренды. Нет, нет. У меня... Это... Пейс по дмейн. То есть, ты покупаешь у производителя подушку в дело, вставляешь туда дизайн, он теперь печатает этот дизайн, и отправляет. Это вообще там бренды. что делать? Что делать? Что делать? Что делать? Что делать? По поводу переноса в мануальную кампанию. Можно сделать, потому что, имея такое большое количество рекламных кампаний, как у нас, мы заметили одну такую вещь, когда автомат работает, иногда автомат работает в разы, даже в десятки раз лучше или вообще забирает на себя 100% трафика, а мануала ничего не остается. При этом мануалу поднимаешь ставку выше автомата, автомат все равно фигачи забирают весь трафик. А бывает наоборот, как бы больше, в основном, конечно, больше забирает мануальная кампания, потому что она более таргетирован, и стоит туда добавлять свои ключи. Просто нужно посмотреть, что ты добавишь в провод, ну не поймаешь ли ты еще кучи там всего лишнего, потому что у тебя слишком много стоит. Да, да. , . ? ? ? ? ? ? ? . Да, вы имеете в виду состав, я хочу показать, как работает VSS, зависит от цены. Очень часто, как-то стрёмно будет по цене, я много раз видел изменения в продаж, цены как в большую сторону, как в меньшую сторону. В этом случае, мы, так сказать, проверялись на уровне 5000 BSS, я думаю, что вы выпускаете на 1 доллар. Реакция BSS была очень странная, когда вы выпускаете на 1 доллар, но не стоит паниковать, хотя, если вы видите надрезками, я стараюсь фиксировать на меньшей неделе. Потому что на меньшей неделе это уже не точно. Поэтому паники никакой не было, куда растет BSS, и с ним ничего особо не предпринимали. BSS прошел ниже, я решил попробовать, что будет еще, если опустить. Ну, сейчас мы болтаем где-то на уровне 1500, ну, до 2000 долларов, до 2000 BSS. Самое интересное, что бывает обратная ситуация, то есть его можно переворачивать, и когда растет BSS, можно пробовать, ну, я так делаю, мне не страшно, можно пробовать поднимать цену. Именно вот мы в этих моментах где-то. Точно так же, как когда опускается BSS, давай опустим еще и посмотрим, пойдем немного вниз. Точно так же у вас, вы завтра не заканчиваете работу на Амазон, если вы на неделю поставите ценник на 1 доллар выше, тоже ничего особо не произойдет. Вы всегда можете потом опустить цену в обратный торт. И есть примеры, каждый спиршот делал, когда я, наоборот, поднимал цену, и мы начинали продавать больше. То есть на Амазоне есть такая штука, как и вот это в наших странах, что за фигня за 10 долларов, я лучше бы не за 40. Типа, может быть, она бы более качественная, потом не такая упаковка. То есть, людям ставят, ну, экспериментов немерено, два торта, смотрите, это фирменные торты, а это там бабушка вчера из стекла. Какой из них вкуснее? Тот, типа, стоит 15 долларов, а этот 5 долларов будет стоить. Ну, да, за 15 долларов намного вкуснее. Он такой сочный. Есть куча технологиков, всегда перенужу, а потом люди говорят, а знаете, что это одинаковый торт? Точно то же самое работает на Амазон. Мы даже перед аутами, мы пробовали перед аутами, перед Новым годом улетали. В среднем там чайник продается 22-25 долларов. Последний чайник вы продали до 45. Да, и так немного. То есть мы не особо там паримся с ТСРами, но мы повышали и повышали. Мы уже просто ради интереса продолжали повышение, но только чтобы не потерять свой толстанный байбокс зашли до 45 долларов. Ну, потом, когда вернули срок, мы, конечно, пристили ценник, но мы стараемся продавать меньше товаров с максимальным профилем. Можно продавать 100 товаров в день, 1000 юнита в месяц, дорабатывать доллар. Соответственно, это 3000 долларов, если нет одного товара. Но все те же 3000 долларов можно сделать, продавая, ну скажем, нашего примера, 150 юнита. 3000 юнита, 150 юнита в морокке. Немного по-разному, да? Только с 3000 юнита, конечно, я согласен, можно получить поличное отзывы. Ну, это к тому, что стоит продавать меньше SKU большим количеством или наоборот? Ну, можно и так, и так, да? У нас исторически так сложилось. Мы, когда пришли на Амазон, у нас было как какой-то сайт непонятный, что это такое. А потом, когда поняли, что в этом сила, то мы даже больше переключились на Амазон, чем онлайн. То есть наш онлайн растет там 30% в год в плюсы. А, да, да, сайт, например, у нас физичное развитие. Онлайн и Амазон, это две разные планеты. То есть наш сайт растет 30%, а наш аккаунт с 16-го на 17-й год сделал 55% прирост, сейчас мы идем в плюс 80% от прошлого года. При этом количество товаров мы уже не добавляем. Там масса, ну, два тысячи, может быть. По кому? По кому? Это по кому? Нет, ну, не по всем. Основные направления это Штаты, конечно, Британия и Канад. Ну, был еще зарубеж, типа, обстояли новый аккаунт и так далее. Нам надоело долго оставаться в сутки. Ну, очень долго получается. И реклама эта стоила приличное денег. Поэтому мы обрубили эти направления. Да, да. Потому что, в последнее время, там, знаете, кто-то в Кейсбуком занимается, ну, это особо не влияет, скажем так, на наши результаты. Потому введем такое количество, да, вот, я вам говорю, 150 метров способно давать плюс 3 тысячи долларов за 3 тысячи долларов в месяц. Я удивлен, потому что люди не думают, ну, давай я сделаю 10-5 минуток, да, по 3 тысячи долларов в месяц. Это по 3 тысячи долларов. Ну, это для всех сидячих здесь достаточно большая сутка. А люди продолжают толпаться с одним товаром, причем вылизывать его настолько, и тратить там свои 24 часа в сутки, что в итоге, ну, перегорают. У меня не получилось. У меня не получается. Посмотри мою рекламу. Я смотрю рекламу. Ну, я ничего не могу сделать. Реклама, она не всегда способна работать хорошо. Где-то она будет с закордами, там, и 200%, где-то вообще лучше просто потушить, и товар, пускай себе лежит, там, продается по 2-3 минуты в месяц. И так далее. Потому подумайте о том, чтобы запустить больше, а меньше тратить денег. Ну, ладно, возьмем следующие. Это вот веселая ситуация. Цена товара 9,99. Вот, видно. Идем ровно в БСР средненько. Вот, около 5 тысяч, да. Поднимаю ценник. Ну, и поднялся БСР. В тот случай, когда на подъеме БСР я поднимаю ценник, и что мы видим? В тот же момент БСР падает в обратную сторону. Ну, сейчас этот эксперимент затянулся. Я уже давно хотел поднять ценник еще на 1 доллар. Поэтому поставил знак вопроса. Вот сейчас шел опять скачок БСР, подняли 15 тысяч. Ну, я думаю, что поднять стоит еще на 1. Очень конкурентная ниша. Думаю поднять еще на 1 доллар. При этом особо количество продаж не изменится. А 1 доллар на 15 тысяч рублей – 15 долларов. Не, это 400 долларов. А если у вас 5 товаров, то это еще 2 тысячи долларов. А мы перед новым годом сделали что-то. Мы просто палком подняли 100 долларов. Ну, и продавая 15 тысяч рублей за день в месяц, несложно посчитать, что получили дополнительные. Где-то какой-то товар, конечно, перед палком продаваться может быть. Потому что доллар критично. На таких моментах интересных. Я на месте. На месте, я на месте и на месте. Всё простое. Что-то, люди, там поднялся с феналом. Он там планировал. Поднялся. Они сухари. Там всё, взялся. И в поле. В последний опыт. machine. 13. В парков. И 2, 5. Отп Megara. Она говорит о том, что ты, ну там, я приобрел, да, Я там смотрел, что на покупал, в прожившем курс нашим ухо. А потом там, где я там, где приезжают бах, что я купил, то... Красавчик, ты мой клиент! По поводу цены... Да, никто не торгует, по поводу цены. У меня какая-то гениальная идея на 2 доллара будет 1 доллар. На 2 доллара будет 1 доллар. Я сейчас, поймаю, если одну секунду я меняю, вам было интересно. А, всё, понял, клики. Когда вы продаёте много, тот случай как раз, ваш случай, когда вы примите 100 юм. 100 юм. в день. Видите, очень полезная штука. Я тестировал её месяца в 6. Я не тестировал изменения на лицинке, и там изменения параграфия. Я тестировал изменения цены. То есть я задавал разные параметры. Для одного из моих топовых продуктов, ну, на уровне, там, 40 вода в день, на тот момент, может быть, 30. Ну, 30 до 40 дней, если меня это много. Мы обнаружили одну такую вещь. При подъёме цены кривая была вот так. Профит рос с каждым долларом поднятия цены. То есть в итоге за 3 месяца мы получили статистику. Сколько ты продаёшь, когда у тебя там, образно, 10 долларов, сколько ты продаёшь, когда для 11, сколько продаёшь, когда 15, это профит. Сколько продаёшь, когда 16, то есть ты уже задал ценник, уже падает профит. Соответственно, потому что падает количество цены. Таким образом, оттестировав этот товар, мы определили, что дополнительных полка тысячи долларов в месяц можно зарабатывать просто отъёмом цены. Просто отъёмом. Ничего не меняется. Вы подняли ценник, если не поменялось просто лишних полка тысяч долларов. Это скучно, да? Нету флота, с cara-то sip так, потому что у них есть у нас поднялись, в них есть, чем не знаем, а там с тем не менее, вынуждены, вы не готовы, где так говорить, у нас там, или нет товар, поэтому вы не видите, полгода-топон. Это непонятно, если не будет интенсива, то есть, не менее, но с этим, в этом момент. ütfen работать или поток, и отрезать в таком. Это постоянно здесь. Безконечный продукт. А может быть, я скажу, что мы сходим по сторонам. Есть. У меня, например, в Сентябре была такая ситуация, что мы просто закупали товар, шли на одну цену, приезжаем, и четырёх тысяч на пол. При нас родились, а приехали на тему. Вот и всё. А вот конкуренты начали дезертировать, и мы пришли, и всё, и всё, и всё. Расскажу один интересный кейс. Тоже я пробовал вести рекламу, посмотрел. Это ещё из первой группы, которую я провёл, на 100 долларов в месяц. Это когда в первый вечер я познакомился с Денисом, когда зашёл просто в Facebook. Четыре часа мы с Денисом поговорили, до ночи как-то нашли друг друга. Было очень интересное общение. Тут же провели вебинар. Я вообще это просто как копия использую. Мне было интересно пообщаться с людьми, мне надоело как попаться с тобой в одной своей рекламе, мне было интересно, чем вы будете. Вот один из товаров. Это упаковочный материал. Продавался на уровне 12 долларов за юность, и продажи были 3, 4, 5, 6 потолок. И сейчас в СВ попробуем под пить ниже, чем ТОП по продавам, то есть меньше 8 долларов, в 1999 поставить, и продаж мы делали на тысячи рублей. То есть 4, 5, 6, 5, 26. Да, это было бы будет. Я говорю, ну, у тебя варианта два. Либо распродаватель сплаты, просто 5 долларов, либо продавать их 5-5 долларов дальше, потому что ТОП собирает основной трафик. Упаковочный товар – это то место, где… Да, это расходик. Обычные люди, нормальный человек, будет экономить. А только ТОП. Абсолютно верно. При этом дал ему домашнее задание – посчитать, что будет, если купить контейнер. Я очень прав. Получается, очень простая математика, если купить контейнер, мы проладили по цене 8 долларов, 24 тысяч долларов необходимых на покупку контейнера, средняя месячная прибыль получалась расчетная – 1500 тысяч долларов. Для очень многих, особенно тех, кто имеет деньги, кто может инвестировать, то 10% в месяц, ну, ладно, 5-10% в месяц от дохода от инвестированных денег, по-моему, это достаточно неплохо. Завод, конечно, купит, это… Завод, конечно, купит, это… Завод, конечно, купит, это… Я ничего не купила, не знаю, что… Нет, они нас пока заворачивались. Да, ну, 99 – это вовсе известная фишка, как бы она просто на слуху, так, я, в принципе, не читал, не смотрел. 45? 47? Ну, я пробую сейчас, мне просто исключительно визуально нравится, если там цена 25, 25, может… нет, 25 – 95, если 27, то 90 – 70, если 28 – 98. Мне просто так нравится больше, и все. Какой это имеет эффект? Я не знаю. Ну, там, во-первых, по размерам, во-вторых, по количеству, всего 30 минут до пола, и по сроку доставки. Ну, я не знаю, я когда-то читал… – А, да, 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 да. Вот и я, да, 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 да. Может быть, не готов вообще ничего. А, да, 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 да. А кто-то пользуется лаппитбол? Ну, в общем, кейсов как таковых нету. А, внизу, рот. Чтобы не думали, что все белое, пушистое, и вообще припести можно все, а бифига нельзя. Я назвал себя это, лажа случайно. Ну, лажа не сильно большая, есть намного большие цифры, чтобы не было времени их подоставать. Тут можно и минус 7 тысяч, у меня есть один аккаунт, и минус 7 тысяч в месяц светится. Это один из товаров из категории бьюти, который я пытаюсь что-то с ним сделать. Я пью на высокие частотники, я пью на средние и низкие частотники. Я его по релевантным запросам пытаюсь продавать. Нифига, вот, ну, не получается. Я, наверное, попробовал все, что я мог сделать, я попробовал в итоге сам. Я попробовал низкие частотники, все соответствия слов. Но это корень в бомбочке для вас, кстати. Негатив тоже, да. 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 Да? Да. Если мы что-то с этим сделаем, блин, это будет на следующем форуме рассказать. Это вот ситуация, ну, это по тем же бомбочкам, да, здесь, да, прошлый месяц, минус 1400 долларов. На этом аккаунте всего один товар, человек один товар, и вот он плачет за типа, что делать. И при этом у него там тысячи юминтов, по-моему, в инвентаре. Да, типа того. Ну, я пробую как бы сдвинуть это с места рекламы. То есть хотя бы тело какое-то небольшое можно достать. Но это не повод бросать Амазон. У вас может быть такие три-четыре товара, пять товаров, конечно, денег разкушать. Да, это будет уже минус четыре с половиной, да, но если вы смотрите на пять-десять лет вперед, то вы найдете эти товары, которые... У нас получается так, как получается, и нам нравится. Ну, это все. В Амазоне можно делать и работать так, как вам нравится. Час. Час времени. А можно тратить вас в четыре часа. Это все зависит от вас, сколько вы хотите ввести один товар, десять товаров или сто десять товаров. Не имеет никакого... Ну, это от вас зависит. Да, деньги в обороте. Ну, вы знаете, я считаю, вот как бы всю жизнь так получалось, что если нужно деньги в оборот, то, в принципе, всегда можно поднять себя со стула и поискать. Ну, есть партнеры, есть инвесторы, ну, не знаю, родители, там, друзья-знакомые и так далее. Квартира, не знаю. Не, ну, я просто так начинал, это... У меня много было бизнес... Что ж там? Две почки. Ну ладно, почки это слишком зло продавать. Лично мне всегда удавалось как-то найти возможность взять денег и попробовать сделать из них больше денег. Ну, пару ласт в жизни, кто меня знает, включал, так, капитальный. Ну, это как-то не останавливает, стоит двигаться дальше. Это вот, что можно сделать с рекламой за 35 дней. Я просто сделал скриншот, когда уже 35 дней шло, в принципе, у нас, мы договоримся с этим, на самом деле. Здесь до оптимизации и поздней оптимизации. До оптимизации, ну, какие цифры тут интересные? Самое интересное для меня цифра, это вот как раз работа с негативом. Почему с ним стоит работать? Это вот CTR. 0,19, 0,32. Ну, в процентном соотношении это существенно. На 50% ходит CTR. И при этом я считаю, что он все равно не идеальный. 0,32 можно превратить в любимых моих, 0,5. Но придется вырезать значительное количество сержтермов, которые, возможно, релевантны. Но все еще имеют маленькую статистику. Я работал по статистике где-то 120-дневной по данному товару. Это один товар. Ну, соответственно, продаж было 458, 656. И ОКОС с 48% пущен до 41 практически процента. И опять-таки, если пожертвовать некоторым количеством продаж, ну, скажем, сотни, то есть сделать не 636, а 536, я думаю, что здесь можно сделать, ну, 30-32% по статистике. То есть вы сами регулируете, что вы видите в вашем товаре, какой у него потенциал. Стоит вам тратить много на рекламу и продолжать работать в ноль убыток? Или может пойти обратным путем? Ну, тут много, даже с этой позиции, с этой точки, можно пойти по-разному. А можно забить, все, работает, и вы уже допустите другие товары. Да. А там не вверху, что это все в той сети, а где нас электрома разместяется? Сколько я видел в этой сети? Я видел, вот из последних кейсов, я просто спешал с любитом, смотрите, как у них дела. Электроника, там, для машин, всякие газеты. Я когда увидел их репорту и плейсмент, я очень удивился. Акос по всем топ-серчам, то есть вы посмотрите свой там репорт по топ-серчу, когда реклама показывалась, соответственно, на первой позиции. Акос 40%. Это было хорошо. Все остальные называются other places, там и Косбух 80%. Какой напрашивается вывод? Так, да, у меня топ-серча. Нужно поднимать ставку. Нужно поднимать ставку по всем фронтам, для того, чтобы максимально показывать топ-серча. Потому что это, ну, как-то работает на клиента лучше, и, может быть, это импульсивные покупки, может быть, там, фотография того, что... Ну, а как только федлайн, как только топ-серча, то продажа идет. Нету топа, ну, знаете, сколько. Это только тестами. Битплюс показывает вам позитив или негатив, ну, в основном, хорошо работает или плохо, только тестом, и при этом тестируете, ну, не знаю, не меньше месяца. Неделя от битплюса – это вообще ни о чем. Сезонность, спады какие-то, вон, в конце мая месяца, думаю, многие бы чувствовали какой-то дикий провал. Мы упали на 30% по сравнению с нормальными продажами. Наши продажи лично упали на 30%. Поэтому, может, там, вот он все поменял. Не знаю, и вы в этот момент запустите битплюсы, такие, «О, боже, вот, видите, 40, что делать, но это не подпадает. Попробуйте подработать. Так, это аргументация была. А, да, на этом же два товара было. Ну, с этим я работал. А другая вариация, она отдельным листингом, просто светом отвечает. Покажу, что будет, если ничего не делать. Мне отдали только этот товар в работу. А это ничего не делать. CTR был 0.33, стал 0.25, задержа 35, то есть, после выросший окон, 45 до 50, ну и продажи, плюс минус одинаковые, 440, 427. Там, где поработал, специально, чтобы сюда привезти такой спиншот. Нет, нет, принципиально не заходил, даже не смотрел, просто снял показатели по результатам. А, кстати, я что-то буду рассказать, что я с товаром делал. Все та же, тем, которое получилось. Все та же стратегия, это минусовка не релевансных. И в том случае, минусовка, странно звучит, но релевансный запрос. Есть релевансные запросы, но она настолько идиоткая конкурентная ниша, что не помогают, товар склеенный, кстати, не помогают ни склейки, ни отзывы, а там высокочастотник или там околовысокочастотный запрос, типа выше средних частотников, я бы так сказал, они просто спликивают по 100 кликов за пару дней, соответственно, будет там по 30-40 долларов, и на протяжении какого-то времени я просто складываю весь период за 120 дней, смотрю общую статетику по данному кейлорту, или там все же термом, он релевансный, все отлично, но его цифры говорят об обрадах. Вот. То есть, ну, без проблем отправить в негатив, что-то подходящее вашему товару, если оно приносит убыток, соответственно, вы получите на выходе профиль. А что вы отправили в негатив? На форту? Ну, как бы, вы отправили в негатив. Вы можете через какое-то время, через, не знаю, 3 месяца, через полгода или наоборот к сезону, вы можете достать из негатива. Было там у некоторых людей мнение, что нельзя ничего негативить, да, 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 это все пред. Полнейший? Негатив и паузы. Это полный пред. Все достается из негатива, все достается из паузы. Просто конкретно, если говорить про паузу, про негатив, проходит некоторое время. Может быть, кто-то хочет, чтобы минуты на минуту заработало, нет, так не бывает. Иногда реклама после паузы, да, она может выходить 2-3 дня на свои старые показатели, особенно если долго была пауза, потому что что-то поменялось, а потом поменялось, там, вот, алгоритмы или вы листинг поменяли за это время. Просто потерпите пару дней, реклама вернется. Реклама не может создать какой-то там совсем нерелевантный тренд. Она все равно будет работать по тем запросам, которые, по тем ключевикам, которые у вас есть на листинге, если говорить про автомат. Если будут какие-то высокие паузы, о, может, что случилось за это время, то тоже сложно сказать сразу, сложно сказать за неделю, поменялась, ну, как правильно Динский да говорит, поменялась ниша, поменялась конкуренция, вы ехали по 14 долларов, приехали по 8 долларов. Даже это влияет на ваши код. Люди кликают, но, возможно, вы дороже, чем конкуренты, поэтому стоит посмотреть на все параметры, почему у вас может быть высокий код. Это не только от рекламы зависит. Автомат, мануал, экзактор. Я работаю от политики, начинаем с высокого, идем сверху. Можно поставить, например, BPC-Tools, у него есть автомат, который самостоятельно там анализирует по заданным вами критериям, и он будет опускать вниз. Честно, не добраясь просто руки, нормально протестировать автомат. Да, а у нас тоже? Не, не страшно, но интересно. А выход в топ-вы ватт? Да. Ну, я поставил в топ-в-профите себе трекинг своих главных ключевых опросов, но выход в топ-в, ну, как обычно, Акзивана пользуется, да, но мне неудобно в этом приложении. Я работаю в Call of Profit, там позволено 30% добавить в текинг, и я просто там, я думаю, чтобы не переходить в приложение на приложение. Call of Profit стоит 100 баксов месяцев, мне не кем нравится, но маленький лайфхак. Напишите в саппорт, если вам понравится, это больше, чем LTC Control, напишите в саппорт, не хочу ваше приложение, ухожу к другим, вам придется предложение на год запечатку с скидкой работы. А ты готов так сделать? Да? Да. Понятно. Ну, я тут не представляю интереса ни одного, ни второго приложения, просто... Раньше, когда я только начинал, да, хороший очень вопрос, я психанул, там, запустил вроде бы так, где в апреле, где-то там пол 600-800 слов от каждой компании, плюс отдельная группа была на все сюжеты слова Амазона, я тогда еще не понимал, что я психанул. Плюс я запускал еще отдельную группу, собранную по... Google... Google. Не, ну, который собирает. Кейверплэннер, да. Кейверплэннерам, да. Кейверплэннерам, и там тысячу слов на передачи. Со временем я пришел к удалению Кейверплэннеров всех, то есть я туда выточил, что работал. Потом я удалил этот... Бро, Седжестед, все Амазоны. Я на топовых компаниях поудалял, поставил на паузу, ну, повытаскивал. У меня сейчас остается в основных компаниях Бро и Экзак, только потому, что она уже сомтимизирована надо мной, я просто его беру и не пробую. И все новые товары я запускаю только в Ро. Лично я, ну, не сторонник, используя там Бро, ой, это Фрейс, это бери Бро, не до Экзак, и запускаю Экзак, если мне очень хочется по какому-то какому-то вопросу, конечно, нырить трафик и попробовать выбраться на первую сторону. Почему Бро? Потому что статистически в разных нишах по-разному, даже в среднем по больнице очень сложно сказать, но для меня это от 20 центов до, ну, скажем, 50 центов CPC разный между Бро и Экзаком с одинаковыми Сюрштернами, с одинаковыми продажами. Но CPC разный, соответственно, вы тратите разные суммы. Тысяча кликов в Бро, принесшая там тысячу долларов и тысяча кликов в Экзаке, принесет вам 500 долларов по одной простой причине, потому что Экзак работает дороже. Почему работает Экзак дороже? Ну, это мое соображение, может быть, не прав. Бро, ну, Бро по влачанию всеми продавцами используется как сборщик. Мы собираем там и мусор, и релевантно, и нерелевантно, и в основном все там боятся ставить высокие ставки, потому что соберем много мусора. Ставочки пониже, у тех, соответственно, на нижнем уровне ставок мы боремся за вайбок. А Экзак, всем известно, что Гарлик Пресс по Экзакту это только Гарлик Пресс. Соответственно, туда можно поставить 5 долларов, и CPC будет там 4.99, мы поговорим. Поэтому можно попробовать. Это тестами решается, но пока тестами длительными, можно там 2-3 месяца работать с проводом с экзакшн, а потом работать только с проводом, и посмотреть, что будет. Иногда ничего не поменяет, иногда будет еще даже лучше, то есть так, если выключите на провод, это не проблема, что вы выключите продающие сертерны в экзакте, они переберутся по другую вашу покупку. в нашем опыте. Не, не десяток, а, я забыл до конца ответственный вопрос. Сейчас в среднем 60 где-то кибортов используем. В день, да, ну мы столько не выедаем, мы сходили, полторы тысячи долларов меньше, но 300 долларов, это сейчас 300, вообще-то 100 долларов, я использовал, просто перебирал все компании, нам нужно было поменять сайт на каждой компании Бернет-Асин для удобства, и все где-то вы поменяли что-то, я поставил что-то 300, потом мы просто палком пропустим по долгу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас скриншот одной из ниш, электроника, это вот как предыдущий скрин, если это закрыт, типа, печально, у этого аккаунта было еще печальнее все в декабре месяце и здесь сразу было минус 7 тысяч долларов, но из хеллоу профита видно, что при минус тысяче долларов общий профит с учетом рекламы 5 тысяч долларов, это всего там 2-3 товара, на новый год здесь было, по-моему, 25 тысяч долларов, при 7 тысячах долларов убытка по рекламе, то есть, вы топили рекламу по полной программе, вам не хватает 7 тысяч долларов, но вы потом получаете продукт. Это не всегда работает, это, знаете, как пишут видео, не повторять, опасно, типа того, то есть, тут только тестами, это просто скрин для того, чтобы показать, как вы лаете. А? Нет, нет, очень ответственное снятие, очень не опасно. Азериска Юре, хочу рассказать, теперь у меня пошел какой-нибудь набор обо всем. Когда у вас продается ни один товар, несколько, или даже год смертных, например, вы продаете карандаши сегодня были, классный пример, и только есть несколько вариантов, плюс у вас могут быть какие-то раскрашки, важно, чтобы вы продаете свои товары. Очень важно отслеживать адрес Кьюрефор, но это вам на будущее. Дело в том, что ваша рекламная компания может собирать клиентов, рекламная компания может работать вот где-то вот так, может быть, поменьше будут критеры, но в любом месте вы будете зарабатывать например, 2000 долларов. У меня недавно такая ситуация была, я что-то подзабил на тему адреса Юрепа, но оказывается, огромное количество наших товаров подается не по сделанному клику. Мы им предлагаем зеленый чай, они приходят на наш вид, видят вид, видят вид. но внизу в полосках под спонсоров есть релевантные товары, и релевантные товары, там в основном 99% стоят наши товары, и люди покупают другие. Есть ситуация, когда товар работает минус 300 долларов по общей профиле, рекламы совсем нести минус 300 долларов, но приносит полторы тысячи долларов, потому что, я не знаю почему, но этот товар продает кучу других товаров. Если бы, я не смотрел адреса, филерепа, мне приходилось бы забанить рекламу, порезать ее, испортить, на паузу поставить, и я бы упустил, я бы просто бы отредил свои продажи в размере полосок 300 долларов дохода. Потому что берите с филерепа. Да, я же говорю, только если вы продаете карандаши, там, как много, несколько товаров, и ты можешь привести клиента к другому, но шанс повышается. Или вариант, или вариации, да. Да. В этом случае даже не нижняя полоска важна, а вариация. Если у вас там 10 цветов, то вы увидите, что вас кликают на фиолетовую, там, ерунду, а покупают желтую. Есть ситуация, когда я, ну, получил в нашем системе запрос, что за 2 месяца и с 3 месяца вознят на чашку оранжевого цвета. Я так не люблю делать, но я вынес ее в отдельную группу по проводу, я дал ей сумасшедшие 3 доллара при нормальных 50 центах CPC, думаю, на что будет. В итоге за месяц мы продали 8 чашек с помощью этой рекламы, с помощью этой группы. Но какого же было мое удивление все 8 чашек или другого цвета? Раньше я так ни разу не продал. Поэтому можно через, это как проводник для ваших клиентов. Можно пробовать рекламировать вариацию, которая продает больше, хотя сама не продается. По конверсиям. Это чисто практическая такая, ну, я покажу просто скриншоты, постараюсь про них рассказать, но это то, что можно назвать там, заглянуть по дюкту, я не буду говорить там нише, называть чьи скриншоты, но покажу просто конверсии, как бывает. это помесячно, это собрано помесячно, вот как раз май месяц закончился, цифры плохо, видно, сзади точно не увидите. Ну, продажи тут, начиная с первого месяца прошлого года, там 18 тысяч долларов, сейчас вот за май было 84 тысячи долларов. Хорошая мотивация на самом деле, товаров особо не добавилось, но много работы по рекламе было сделано, цены подняли товары и как это все работает. При этом конверсия, да, вот в прошлом году 6, 23, 7, 26, 7, 7, 5, 8, 8, 8, 8, если там ничего не делать, если мне вообще не пробуются, сейчас конверсия вот в этом мае было уже 1390, при том, что количество сессий, ну, скачкообразное, 22 тысячи, 19 тысяч, 16 тысяч, 12 тысяч, 24 тысячи, на 24 тысячи сессий 6, 66, страшная цель, была конверсия, какой-то, ну, упадок, я не понимаю, что это за месяц, что здесь было, я не представляю, не было никаких там, ТНВ? 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 Французский? А сейчас, тех же 20 лет, почти разведные тоже, тысяча 23, да? Ну, может быть, ну, там какие-то могут быть факторы, гранат, 29,69, а, ну, вот, средний, средний прайс, 29,69, да, 26,37, ну, возможно, понижение цены где-то было, я не могу просто отслеживать все аспекты, я занимаюсь, стараюсь заниматься только рекламой, и только когда что-то совсем не так, то начинаем разбираться, что же мы надевали. то есть конверсия, вот вы видели, два раза выросла, сама по себе, ну, относительно сама по себе, можно ничего не делать иногда. Да, смешно. Аккаунт обычный, два товара, конверсия, с января, где-то, с января, работает, 19%, 23%, ну, здесь были баны, 33 сессии, 33% конверсия, и сейчас, вот, 34%, я думаю, что она так должна и закрепиться, плюс минус. Выше, ну, довольно сложно делать конверсию, потому что можно увидеть риску повыше, но тогда придется отрезать ваш, ну, рекламный трафик, лишний, и, как бы, не использовать там внешние испочники трафика, которые, да, падают, как, ну, дополнительные трафики, которые понижают конверсию. Не знаю, если конверсия не интересна, у меня еще 3,3 сменшота, я могу их выручить. Это гардитура Bluetooth, здесь, как бы, ровно, 19, 20, 13, 17, ну, 17, 19, плюс-минус, там, в последнее время сессий, я могу показать нашу конверсию. Да, наша конверсия ничем не отличается. А, нет, наше, все цифры, поставили конверсию. Вот там люди что-то делают, а здесь люди ничего не делают. Это мы. Наша конверсия помесячно, откуда, с прошлого мая, да, в прошлом мае на 60 тысяч сессий, почти 14% конверсии, ну, да, мало, на самом деле, можно, ну, желательно иметь больше. Сейчас мы, типа, ничего не делали, 70 тысяч, ну, плюс 30% сессий, да, и при этом конверсия 21%. Ну, фотографиями мы занимаемся, факт, очень важный факт, мы взяли очень хорошо фотографа, мы делаем фотографии долго, дорого, один раз, я бы сказал, навсегда. То есть, фотографии стараемся делать, которые цепляют за душу, подцепили их, ну, вероятно, это, как бы, один из параметров, который нам помог. Плюс, мы продолжаем оптимизировать наши рекламные кампании, поэтому, стоит подождать, типа, больше конверсий, я надеюсь. Да, ты с бизнес-репордом. Реклама не ходит? Да, да, точно. Ну, тогда, просто листинг, тогда, возможно, фотографии повлияют на это. Да, это только помощь. Не было времени, мы будем все рассказывать. Так, про автор-респондеры. Вот у меня коллега настроил автор-респондер очень хорошо, там, замечательное письмо, и до автор-респондера и после автор-респондера это просто необычное. На данный момент при продажах, там, в среднем, 10-20 продаж в день, мы в среднем собираем один год в день, органический, никаких выкупов, мы получили уже пару-респондеров, там очень не знаю, эксперимент. Да, именно на скейку, да. манипуляция социумаги. Это русла. Кстати, он и наклеил. Используйся, это, как вы видите, они мне объясняют, это вариант, они не понимают, что это, как вы видите, я там не видя, я им пытался, просто обвести, там, ну, полный без придя, на меня, я просто, там, ну, какое количество товаров, вариантов, Ну вот, манипуляцию, потом 21 день карантина, по-рубому ничего не нашли, да, не наводь. Не, ты что, не дай бог, на главном аккаунте ничего вообще, никаких, ни одного серого метода. Чистый чай. Ты знаешь, есть фотографии, которые вот берут завтра, возможно. Почти, почти, почти. Так вот, автореспондер, стоит на него обращать внимание, пробовать разные шаблоны. А? Какой у нас автореспондер? Джон Мастер. Джон Мастер. Нечbacks. Так, продажи поднял, о! Кстати, вкладываешь крышло? Да, вот. В чем мы будем генерировать, как все общая нюля prosperity? Блин, мы и так в нюле работаем. Еще купон раздать, это капец. Эта штука называется seller lagging. Это единственное, что оттуда интересно я достал. Это скриншот, собирающий почасово и посуточно ваши продажи. Это разбивка по продаже. Если мы посмотрим на шкалы цветовые, плюс сумма указана, и посмотрим на весь график, то мы увидим, что в воскресенье и понедельник два самых крутых дня. Я же после BBC Tools не добрались руки потестировать, а скобки такого нету. Я крайне рекомендую посмотреть даже на триалке ваши продажи, если вы много продаете. И в эти дни я бы очень сильно поднял, ну как минимум два, я бы поднял любитель… Американское время? Это американское время, да. Ты поднимал в язык? Я бы поднял, не было… Может быть, но просто нам показывает… Даже этот график показывает… Я готов поспорить. Бюджет? Бюджет? Я не понимаю… Я готов с любым спорить. Что значит поднимать бюджет? У вас по умолчанию, из моего опыта можно так и делать, но бюджет по умолчанию не должен выкликиваться. Аут оф бюджет уходить – это значит, что у вас плохо работает рекламная компания. Оптимизируйте ее так, чтобы в аут оф бюджет вы не уходили. Если вы не хотите просто тратить по своим соображениям 400 долларов в день, сделайте CPC меньше, сделайте меньше Keywater и тратить себе спокойно меньше. Если у вас аут оф бюджет в 7 часов вечера по Амазону, а еще 5 часов торговать… Ну я не совсем понимаю такую политику, потому просто вот когда мне говорят поднять бюджет… Нет, это я правду, я бы не вообще ничего не делал. Ну смотри, ну статистически, давай теоретически мы рассуждаем, да? Ты говоришь ничего не делать. Я рассуждаю теоретически, потому что практики нету, что в эти дни люди более подвержены покупке данного товара. Это один аккаунт проанализирован. Соответственно, в эти дни можно попробовать им навязать этот товар. Значит, когда ты поменяешь ставку, то нечто с положением твоего товара вывезти совсем в другом месте. Может быть. Может быть. Может быть. Не попробуешь, не узнать. Я просто сделала, так я точно узнаю. Похоже, я не знаю. Но это очень интересно. С каких нишах? Да. С каких нишах я так попал? Да. Ну сколько тестов? Нет, это лицо. Ну да. Понятно. Я спрашиваю конкретно тестирование. А вот и всё поднять. Ты понимаешь, что если ты просто там, люди работают классно, если ты поднялся, а будем надеваться центром. Ты показываешь, как вы думаете. И всё, у тебя конверсия сразу не будет. Окей. Пойдём от обратного. Если здесь не поднимать, то когда вы видите… дикий спад пустоту в пятницу-субботу, то стоит посмотреть просто на вашей рекламной кампании, может быть как раз в пятницу-субботу стоит приглушить ваши ставки. Ну, например. Потому что никто не покупает. Ну, ладно. Это было так, на ваше усмотрение. Мне нравится этот график, мне интересно с ним поработать. Купоны наклеенные на товар. Ага. Мы используем наклейку на товар, на каждый наш юнит, который уходит на LPA. И мы клеим скидочный купон на 25%. Мы клеим его уже много-много лет, поэтому Amazon у нас ещё ни разу не пробовал даже. При этом на скидочном купоне написано, куда нужно пойти, чтобы получить скидку 25%. Конечно же, мы ведём клиента к нам на сайт, в онлайн-магазин, и нам даже со скидкой 25% выгоднее продать клиенту свой товар, чем продать на Amazon с учётом и всех остальных моментов, на которых нас раздевает Amazon. Мы собираем достаточно большой трафик на Amazon. То есть, если вы продаёте много своих юнитов, я рекомендую, ну, по крайней мере, задуматься, посчитать, может быть, стоит положить свой товар на PrEP куда-то и продавать через онлайн, через Shopify, это очень популярно. Я лично этим не пользуюсь, это свой онлайн-магазин, но мы на него получаем до 30% трафика нашего онлайн-магазина. Обратите на это внимание. Можем его покупать? Можем его покупать? Нет, у нас отдельно так, чтобы было, что это какая-то фигня дополнительная. Они на коробке напечатаны. Американцы, как говорил, за домом куплены. Это ограниченная серия? Купоны, да, ограниченная серия, они там, типа, действуют в месяц. Ну, всё равно будет в следующем товаре, если человек, который может купить на Amazon и получит следующий купон. Так, IMS. Мы добрались почти до самого конца. Я готов буду отвечать на вопросы. По IMS расскажу не очень много. Я начал этот проект, взял несколько человек, которые начали мы крутить. Ну, IMS-реклама, CPC, ну, тут повыше, тут 80, 50, 80 и так далее. Дениса мы, кстати, тоже попробовали здесь. Вот сейчас нет времени, там видно всё с TikTok. Но в общем показатели прикольные. Я бы пробовал CPC, допустим, для любого товара, но нужно понимать, что это может быть как и позитивно, круто, так и абсолютно негативно. У нас есть пример, когда мы потратили, не помню, 250 долларов, по-моему, на рекламу. Ноль продаж. Вообще, куча кликов. Ну, а коза, соответственно, нет 400%. Потому IMS – это попытка выстав. Ну, а здесь, как видим, там 24%, 35%, 52%. А, 52% – это в электронике. У Дениса – да. Сейчас не знаю, но пока нет времени заняться вот этой штукой. Если кому-то будет интересно, пишите в личку, я не помню. Не знаю. Началась 15, я думаю, я перезапущу IMS. Можно быть, например, если домой аккаунт, я могу принимать себе. Так сказать, сдавать в аренду аккаунт, запускать рекламу, связать с вами стратегию и будем пробовать вас продавать. В принципе, у меня все. Какие вопросы? По хэтлайну? По хэтлайну у меня очень мало инфо. Я запустил всего лишь один товар по хэтлайну. Я два. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Да, да, я отвечаю на вопросы, да, потом по хэтлайну отдельно. А, IMS. Кстати, это в этом случае это не IMS, это… Давай так, вы хэтлайны или продукт? Да. Это продукт дисплей. Это сбоку, под кнопкой Add to Cart и все остальные места. И это только автоматы. Это только автоматы по осиным конкурентам. Да. Нет, это может быть все. Тут разные стратегии задействованы. Либо все подряд. То есть, например, можно взять первые две страницы допом и рекламировать только по нику. Можно отдельно запустить компанию рекламную по третьей, четвертой, пятой, шестой странице. Можно запустить по смежным нишам. Вы продаете ручки, а Other Product можно запустить и продавать свои ручки в раскрасках, например. Сегодня был хороший. Я очень запомнил тоже. По одному IMS. Стратегий очень много, как и в CPC. Невозможно объять необъятное, необъятное, поэтому пробуем разные варианты. По Гэдланд Тёрчу я закончу сейчас. Мы попробовали два разных товара. И у нас получается ОКОСТом 38%. То есть минус. Ну, это в убыток. И ОКОСТом. Мало времени на это подать. А почему на днях? Вы меняете или нет? Нет. Не хватало еще в течение дня. Я стыкал этот вопрос, когда Саша выступал. Нет. Беды стараюсь менять не чаще, чем раз в неделю. Только когда они показывают какой-то отрицательный результат. При этом анализ беда, анализ кейворда или анализ учебцовок рекламных компаний производится по last week, last month. Ну, если много времени прошло, то month to date и обязательно year to date. То есть вы смотрите все ваши данные. Показы, CTR, CPC соответственно. И на базе полученной визуальной информации вы уже решаете, вам стоит опустить ставку по данному кейворду или нет. В последнее время я начал, поскольку невозможно добавить в кейворды изначально сразу все продающиеся кейнии search-термы и поставить высокую ставку вашему кейворду, то я начал без особого размышлений просто собирать все продающие search-термы брода, в общем, не важно брода, экзакта или автомата, и записывать их весь ценным пулом на брод. Соответственно, когда вы собираете еще какие-то вопросы, точнее, search-термы в виде CPC, вы знаете, что он и продает, и знаете CPC, и вы можете данному search-терму поставить ставку выше. Вы не можете словом трактор поставить ставку долго, потому что трактор металлический, электрический, керамический, там, не знаю, еще куча каких-то слов соберет нерелевантных. Зато зеленый трактор с выхлопной трубой можно сразу ставить ставку не 40 центов, а 2 доллара, потому что это очень точный запрос, и если клиент вводит такой запрос, значит, он точно знает, чего он хочет, и ваша задача клиенту показался перед планетой всеми. Еще вопросы? Можете сказать, примерно оставлять время на трактор с того товара? Ну, если бы было время, да, например, в теории, я запускаю товар и оставляю его там, наверное, на месяц, посмотреть, какие бы это косты. Если стреляет очень сильно костом за сотню, то, конечно же, я обращаю внимание на такую компанию и смотрю, почему. Может быть, стоит там удалить какой-то гейвард или все же темп, потому что бывают очень ситуации странные, когда Amazon начинает валить какой-то товар по конкуренту. Просто показывает тут, у тебя гейвард там трактор, да, а, по-моему, FET, как вторая русская, FET, 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 и вот это у тебя постоянно 100 кликов, а основной бюджет ушел туда, поэтому FET нужно просто брать в негатив, и дальше продолжить датирование гейвардной компании. В разрезе времени, если бы было время, то раз в два дня стоит смотреть. Ну, первую неделю вообще не стоит смотреть. Сколько бы она ни кушала, но первую неделю вы будете собирать вас со статистикой. Все остальное время вы готовы подкручивать, включить и ставки. В разрезе времени, когда на товар может быть, ну скажем так, 105 тысяч долларов на один товар. В разрезе времени, то есть не сразу. А оборота еще нет, товар на новость, мы же об этом говорим. Если есть, тогда опять-таки в разрезе времени, как долго он есть, и почему даже такой вопрос. Ну, с какой точки меня начать отвечать? Да, ну даёт, не даёт, стоит ли её планируемый эффект. Я скажу одну классную вещь, это вот по поводу негатива, почему я использую негативы. В декабре 17-го года я сделал мегабан, как я его назвал. Это я взял своих, наверное, 60 товаров, которые делают больше мидий, то есть остальное – это мусор, это 50 долларов. И забанил за негативом все слова, без разборов. Но не было времени, это мы сделали за два дня. Мы просто негативили всё, что не продало за год. Неважно, это было релевантно или нет. Эффект не заставил себя долго ждать, и эффект был потрясающий. Он потрясающий и порадительный. В тот же период 2016-го года мы тратили на рекламу 33% на рекламу. Мы тратили от оборотов. То есть это была колоссальная цифра. Тогда это было примерно 300 тысяч долларов, наверное, в ноябре месяце. А после мегабана мы начали тратить 13% на рекламу, при этом мы за год начали продавать в два раза больше. Эффект реально потрясающий. В два раза уменьшенную рекламу, когда в два раза больше. Ну, я не знаю, может быть, однозначно не всем подойдет такая стратегия, взять и негативить всё. Это нужно делать только тогда, когда у вас большая статистика. Именно потому я крайне рекомендую собирать searchterm-репорты. Неважно, вы не сископом, институцией или у вас вообще ничего нет. Собирайте ваши searchterm-репорты. Потому что я не знаю, сколько новой систем у них вышло в облазоне после аптейта. Сколько они будут хранить, эти репорты, этому богу интересно. А если они будут у вас, то вы там за год соберете их, консолидацией называете, называете кнопочку в Excel, вы по каждому вашему searchterm поймете, как он отработал год. И примите решение, давай вводить сюда бюджета больше или наоборот, мне надоело это слово, пора вводить, подходясь. А, понял, вот последний вопрос и идем. И потом тушим камеры, и я не под запись покажу одну мотивационную штуку. Нормальным CTR я считаю под 0.5. Это первое, что мне нравится, на что я обращаю внимание. Все, что ниже 0.5, уже подпадает сомнение, стоит ли держать такой searchterm. Даже не важно от релевантности, не зависит релевантность. Количество кликов от одного. Я посмотрю, для этого есть, в общем-то, и помощники, которые занимаются рассмотром каждого searchterm. У меня в месяц генерируется 60 тысяч searchterm. Каждый searchterm, вот, посматривается на свою релевантность. И, причем, если бы я негативил каждый месяц все, что мне приходит в негативах, это бы экономило порядка, там, 6-7 тысяч долларов в месяц только на этих негативах. Но я все еще верю в то, что они когда-нибудь там раскачаются и, может быть, принесут продажу. Потому что мы просто выискиваем что-то новое, что нам решает. Может быть, если перебрать всю рекламу, убрать все броды, все фрейзы и оставить только экзакты, эффект будет лучше. Ну, уже имея такую статистику, как у нас, например, за много лет, то можно перейти честно в экзакты и, может быть, улучшится даже наш показатель. А, может быть, нет, потому что негативов у нас очень много, очень много, и брод работает сейчас. Ну, у меня нет времени это тестировать, поэтому... Клик с ним. Да, 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 все, будут вопросы. Мотивирующая штука? Ну, это когда камеры потушим? Ну, можешь всех отпускать, и я покажу, просто не расходитесь, покажу. А можно, пожалуйста, выключить камеру сзади? Спасибо. Спасибо. Спасибо.